Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня мы хотим рассказать вам о биологических и агротехнических особенностях гибридного сорта томата гибрид F1, дружная семейка, предназначенный для выращивания в условиях защищённого грунта. Это очень скороспелый, высокоурожайный, устойчивый к различным заболеваниям гибрид, который отличается очень хорошей завязываемостью плодов даже в условиях, когда резкие перепады ночных и дневных температур, высокая влажность. В этом году, хотя вот наблюдаются такие неблагоприятные условия, при соблюдении определенных агротехнических приемов можно, конечно же, достичь также определенных успехов. Сейчас у нас 20 июля. Обычно у этого сорта при оптимальных условиях созревание наступает, так скажем, чуть ли конец июня и начале июля. В этом году в связи с тем, что вот такие погодные условия, произошла задержка. Но, тем не менее, первые плоды, первые кисти уже созревали у нас 10-15 июля. Идет созревание практически первой кисти и начало созревания плодов на втором кисти. Вот как мы видим, что на растениях формируется первая кисть на уровне 8-9 листа, потом через 2-3 листа появляются вот такие очередные кисти. Кисти у этого гибрида, они обычно встречаются простые, где вот в таких простых кистях формируется практически одинаковая масса, одинакового размера плоды розовой окраски. Бывает до 16-18 штук. И встречаются в то же время промежуточного типа кисти. Как бы сдвоенные простые кисти, тогда в этом случае, конечно же, число плодов на растении удваивается, иногда и утраивается. То есть можно встречать и 25-30 таких плодов в одной кисти. В фазе технической спелости плоды, конечно, мы видим светло-зеленые, белесые. А в фазе полной биологической спелости плоды насыщены розовой окраски, очень вкусные. В то же время, вот можно заметить, плоды очень плотные. Прекрасно подходят для свежего потребления такие плоды в то же время. И целоноплодное консервирование, так-так, они вот коктейльного типа. Они чуть больше, чем сорта тип черри. 40-45 грамм, 50 грамм. Сейчас у нас 20-е число июля. На растении уже сформировано, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кистей полноценных. Вот на этих кистях мы тоже будем наблюдать. Эти плоды также дойдут до фазы биологической спелости. Самая главная особенность данного гибрида – это хорошая завязываемость даже при неблагоприятных погодных условиях. Устойчив к заваливаниям, сейчас мы видим практически все листья здоровые. Никаких симптомов заражения нет. Естественно, мы провели здесь профилактическую обработку. Как-никак погодные условия способствуют к тому, чтобы сильно развивались и распространялись различные грибковые заболевания. В связи с вот этими резкими перепадами ночных-дневных температур, высокой влажности, кибрид «Дружная семейка» уже в течение нескольких лет подряд показывает очень хорошие результаты при выращивании в условиях защищенного грунта. Раннеспелый, буквально 90-95 суток от всходов уже получаем первый урожай. Высокая завязываемость, однородность плодов, насыщенная окраска, устойчивость к заболеваниям и прекрасная урожайность. Если соблюдать все агротехнические мероприятия, можно собрать с единицы площади до 15-16 килограмм урожая. Это обычно бывает на одном квадратном метре. При такой густоте и состоянии растения 70 на 25-30 на 40 сантиметров это 4-4,5-5 растений на единицу площади. Мы, конечно, при такой схеме мы создаем оптимальные условия для роста и развития растений данного гибрида. Растения довольно, так скажем, хотя и сильно рослые, но в то же время довольно компактные. Компактные листья среднего размера, не создают особенной заглушенной, такой заглушенной спасеве, поэтому очень удобно выращивать данный гибрид в защитном грунте при формировании в один стебель и при густоте стояния растений 4,5-5 растений на единицу площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова